привет друзья всем всем привет привет мои дорогие давно не виделись диван продали еще три дня назад как приехали на следующий день приехали за этим диваном забрали девчонка из позарихи она сама занимается обшивкой мебели такая вообще молодчинка не то что я бездельница фантастическая бездельница мне вообще так нравится смотрите прям ничего нет и он цветы разложила расставила вон на окне еще цветы их тоже можно этот на пол поставить они видите огромные туда поставила от кушек но это слава богу не лезет кстати крестинка прикиньте катышки всякой хрень это домашняя приезжаем данил говорит она что-то ногу повредила ее притащили из парка она вообще короче пока нас не было на то ли нас потеряла то ли что каждое утро уходила с данилом с детьми шла до школы ждала это мне свет написала соседка ждала детей с детьми в 12 возвращалась домой потом и вообще как-то занесло в парк ее из парка сам от постоянно забирал с работы едет видит наша кошка заберет его дома выбросит и так каждый день потом и вообще притащили дети у него лапа повреждена до крестинка дошарахалась сейчас покажу ну что болит нога до ложись давай крути ходит прихрамывает я уже даже не знаю что делать с ней наверное мы поедем к этому врачу по-любому наверно по не потому что я смотрю у него здесь так же только левое и правое правое но подтягивается все нормально как бы перелома то нет никак у него вывих потому что вот здесь смотрю где коленку не видно вот где коленочка и там такая там такого углубления а так-то ножку трогаешь ничего не болит я все пересмотрела подушечки все вчера ты смотрела все нормально нигде ничего нет он когда лапка сломанами как-то видно она прям как будто бы так висит а здесь она не висит к учению что наверное дети и дергали в парке и ножку это вывернули вот надо вести не знаю куда завтра наверно поедут в понедельник сегодня звонила этот не работает у нас который в старом каменске государственная лечебница ветеринарка а выйди плавно это я не знаю кто-то кто-то ты опять ничего не делаешь вот так вот вчера обещал мне кирпичную кладку сделать всю в итоге 10 рядов сейчас покажу весь день кашлял там чай пил кашлял курил до курил куришку ну или показывали сейчас пойду куда ты пошла вот я бы тебя вообще ничего не ставила но иногда реально это посетить охота мне очень нравится что ничего нет прям пусто стало свободно вот туда можно тренажеры поставить заниматься спортом правильно ты круги на спорте ты говорю упруги на спорте опять конечно почему опять всю жизнь на спорте процесс кладки олег болеет опять вообще пипец блин что со мной происходит люди тебя сглазили умру скоро наверное дождутся хайтеры главное баню доделать и нахер чтобы вам весело было там кому вам что можно до аптеки доехать очень купить ну а что ты купишь не знаю какой-нибудь порошок где-то отправляю в больницу ты какой мизин мизин когда желудок болит не знаю даже этот как он называется либо смекту либо как же мы с вовкой пели с данькой тоже какая-то хрень разводится на литр воды и пьется забыла как называется нары что ли как-то потом вечером ночью ровно хочу ты зачем ночью-то ехать поликли в поликлинику в аптеку ах как идеально ай да я молодец не глаз а алмаз ну самое такое это сейчас мне вот две полоски надо ровненько почему две не три две и вот как их сейчас слушай ты чё кирпичи ломаешь да я тебе про чё я говорю охренеть встать я думал ты их пилишь как-то ровненько ну конечно нет их никак не отпилить алмазным диском пробовал нифига ну это вообще куда это вот всё потом выкидывать ещё и не хватит наверное ну может и не хватит даже вот сидишь угадываешь а чё из этих то ничего не выбрать что ли эту лучше сломай эту да конечно тут как раз вон две полоски вот это туда вот так did вот так туда вот так туда вот так туда ой дырка ой дырка нет наверно лучше две полоски да вот с этого что ли не сделать и вообще ничего не понимаю с этого с этого но нет конечно почему потому что здесь как раз две полоски не здесь будет дырка с той стороны дырка углубление лишь зато сам все делаю а а а а а а а вот видишь как ровненько отколол да а с этими что произошло не знаю похоже перепыленные были это я вот печку вчера просто углы все это выбивал вот это и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вот болею, так и все тихо, молча, даже не поймешь. Пофиг температуру, у тебя кашель. Ходишь такая, помалкиваешь. Никому не интересно. А тут так вообще капец. Чуть ли не истерика. Паника такая, все, заболею. Короче, поеду в аптеку, не знаю, что взять. Поет. По-моему, не лето поет. Потише сделать. Ох, как лоснёхонько. Погода радует нас теплыми солнечными денечками. Судя на сколько? Десять с половиной градусов. Поеду до ближайшей аптеки. Она здесь на Беляйке находится. Классно вообще. Не могу просто. Вы гайки-гайки. Даже не смотрит на меня. А у меня вообще права-то с собой. Нет, конечно, у меня все в сумке. А сумка дома. Ну, вот так вот катаясь. Без прав. Схватила телефон и поехала. Телефон зарядился, зарядился. Отличненько. Так, кто у меня тут? Данька в магазине, что ли? Отоварился. 39-89 тысячу. Базировка. Ладно, я отключаюсь. Короче, взяла я активированного угля и иммодио. Имодио. Сейчас рассосёт. Она говорит, эффект должен быть сразу. А если, говорит, это бактериальная, а если, говорит, бактериальная, то уже нужен будет энтерофурил приехать. За ним 400 рублей стоит. И вот этот, сила угля. Сначала по симодиуму выпить таблетку. Через полчаса она говорит, нужно угля выпить. Ну, я такая, а, вспомнила, как называется, которое я детям-то всё поела. Регидрон. Это для восстановления водного баланса. Она говорит, что смысла нет вообще брать. А раньше здесь ментовка была, сейчас её убрали. Всё, перенесли на Мичурина. Всё, у них оптимизация, оптимизация. Что там, ничего нет? Нету. Тут. Тут ничего нету. Нигде ничего нету. Всё свободно. Какая красота, я прям не могу, смотрю на это всё. Солнце, жёлтые листья. Прям здорово. Прямо здорово. Чё стоим-то, чё стоим-то? Сейчас там зелёный загорится, мне надо успеть. Лена, ну и чё ты за стоп-линию встал. Такой встал, подошёл, стоит, смотрит. А тот-то встал за стоп-линией. Но он не успел завершить манёвр. Я думала, он сейчас к нему подойдёт. Смотрите, я в фуфайке. В фуфайке, в своей старой кофте. Я вообще в сланцах и в этих шерстяных маскарах. Такая я крутая. Такие интересные водители, как увидят, ментов начинают тупить вообще прям на ровном месте. Они сразу же априори уже себя чувствуют виноватыми. Хотя таковыми и не являются. Ой, хоть бы у Олега всё прошло, иначе он мне сейчас весь мозг вынесет. У меня весь день будет к чёрту испорчен. Хоть беги из дома. Я же не дохту. Какие вообще таблетки дорогие? Это вообще... Я редко-редко... Фуф. Нечастый клиент аптеки. Ну как захожу, так вообще херё я просто. А вот люди, которым постоянно нужны, да, вот эти лекарства. Ой, ну это же без штанов можно остаться. Бедные пенсионеры. Тут на квартплату не хватает. На продукты ещё и таблетки себе купи. Вот этот блистер, 10 штуки модиума, стоит 300 рублей. Активирный уголь 10 рублей. Ну ладно. Ему община цена 5 рублей, наверное, должна быть, так по идее. У меня вот дети, если простывают... О, я же забыла, Даньке, взять этот, солодку. О, какая я вообще-то пуговую. Данька что-то кашляет. И дома солодка кончилась. И, короче, я не могу найти пакет. Когда мы приехали из Египта, я туда забрала с собой норафем, солодки. Что-то там ещё. Ну, короче. Градусник, простаму. Что-то ещё. Вот этот целый пакет, я не могу его найти. Неужели я его оставила в отеле? Хотя я всё проверила, всё посмотрела. Или он у меня в чемодане лежит. Чемодан уже утащили в этот гараж. Туда я положила ласты, положила эти маски. А то потом куда-нибудь лететь, и всё. Бегаешь, собираешь, ищешь, вспоминаешь, где это всё. Сразу туда закинула. И, наверное, лекарства просто не вытащила. Хотя, вроде, всё вытащила. Короче, херов знает на эти поискать. Но рафем же нужен, градусник нужен. Там солодка, вот, Даньке, как раз. Сколько там, полбутылечки, наверное, есть. Ну вот, короче. Буду лечить мужа своего любимого. Чтоб он мне баню достроил. А то он вообще ничего не хочет делать. Ладненько, ребят, увидимся. Наверное, сегодня ничего не буду готовить. Но я сегодня уже готовила гречку с колбаской. Её уже съели. Надо ещё что-то готовить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...